Во имя Отца и Сына, и Сына, и Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст говорит в беседе об апостоле Петре и пророке Илье, что согрешившему не должно отчаиваться в своем спасении. Кто из людей без греха, скажи мне, но для того и существуют жертвы и церковь, для того молитвы и посты, что есть много ран душевных, поэтому и найдено много врачебных средств против них, и против каждой раны душевной приготовлено соответствующее врачество. Ты имеешь церковь, приносящую жертвы, молитвы отцов, руководство Святого Духа, службы в память мучеников, сон святых и многое такое, что может обращать тебя от греха к праведности. Или ты не знаешь, что и сами предстоящие преджертвенникам подвержены грехам, и они обличены плотью, наполнены кровью и составлены из костей. И мы сами, которые сидим на седалище и учим, подвержены грехам, но не отчаиваемся в человеколюбии Божьем и не приписываем ему жестокость. Ибо все мы люди составлены из одного и того же, и не перестаем учить, взирая на бездну человеколюбия Божия. И мы чем больше имеем преимущество фасану, тем большему подлежим обвинению. Ибо иное дело грешить учащемуся, а иное учащему. И однако мы не отказываемся от этого, чтобы под предлогом смирения не предаться беспечности. И это произошло по распоряжению Божию, что и сами священники подвержены грехам. А как это, послушай, если бы сами учители и священники не грешили, и не были бы причастны страстям житейским, то они были бы бесчеловечны и жестоки в отношении к другим. Посему Бог устроил, что и сами священники и начальники подвержены страстям, дабы в том, в чем сами страждут, они оказывали снисхождение другим. И всегда, не только ныне, но и в древности, Бог устроил так, что тем, которым Он благоволил верить в церковь и народ, Он попускал подвергаться грехам, дабы они от своих падений делались человеколюбивыми другим. Ибо если бы сами они не грешили, то не стали бы оказывать никакого снисхождения грешникам, но, сделавшись бесчеловечными, отлучили бы их от церкви. А что это действительно так, и я говорю это не по догадке, постараюсь объяснить очевидным примером. Петру имели быть верены ключи церкви, или лучше верены ключи неба, и имело быть верено множество народа. Ибо что говорил ему Господь, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Матфея 16, глава 19 стих. Петр был иногда слишком строг, а если бы он был и безгрешным, то какое снисхождение могли бы получить от него, получаемые им. Поэтому Божественная благодать попустила ему впасть в грех, дабы в том, чего он страдал, он был снисходителен к другим. И посмотри, какому она попускает впасть в грех. Этому Петру, Верховному из апостолов, непоколебимому основанию, несокрышуемому камню первому в церкви, необуреваемой пристани, непоколебимому столпу, тот Петр, который говорил Христу, «Хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя», Матфея 26, глава 35 стих. Петр, который по Божественному откровению исповедал истину, «Ты, Христос, Сын Бога Живого», Матфея 16, глава 16 стих. «И он в ту ночь, когда был предан Христом, Христос вошедший и став у костра, чтоб греться, и услышав от одной рабыни, подошедшей к нему и сказавшей, «И ты вчера был с этим человеком», отвечал, «Не знаю всего человека», Матфея 26, глава 69, 73 стихи. «И во второй и в третий раз отрекся». Тогда, наконец, Иисус, взглянув, напомнил ему сказанное, и он уразумел, начал плакать и каяться в грехе. Так, человеколюбивый Господь попустил ему впасть в грех, и вознал, что он, как человек, подвергался человеку человеческому. Но, как сказал выше я, это устроено и попущено было Петру согрешить, потому что ему имело быть верено множество народа, чтобы он, оставаясь строгим и безгрешным, не был жесток к своим братьям. Он впал в грех, что, помня собственное прегрешение и прощение Господа, оказывать другим милость человеколюбия по божественному усмотрению, согласно с волей Божией. Таким образом, попущено было согрешить тому, кому имело быть верено церковь, в столпу церкви, пристанищу веры Петру, учителю вселенной, попущено было согрешить, чтобы это попущение послужило поводом человеколюбия к другим. Но для чего говорю это? Для объяснения того, что и мы, священники, сидящие на седалище, поучающие, подвержены грехам. Потому и не верено священству ни ангелу, ни архангелу, ибо они безгрешны, дабы по строгости они внезапно не поражали молнию грешника из народа. Но человеку, рожденному от человека, верено это седалище. И он сам подвержен страсти греху, что, встретив какого-нибудь грешника, он впоследствии собственных прегрешений был более человеколюбивым грешнику. Подлинно, если бы священником был ангел, то он, встретив какого-нибудь прелюбодея, тотчас осудил бы его на смерть, не будучи сам подвержен такой же страсти. Посему, если бы ангел получил власть священства, то он не учил бы, но тотчас осуждал бы на смерть, ибо не будучи сам таким, он воспламенялся бы гневом против такого человека. Поэтому она верена человеку, чтобы он, сознавая свои грехи и научаясь опытом, был снисходительным грешником и не раздражался гневом, и чтобы церковь не оскудела через такой образ действия. Илья, пророк, заключающий небо, остановивший дождь, низводивший огонь с неба, услышав слова Елизавели, хотевший убить его, обратился в бегство и бежал сорок дней. Две твердыни были поколеблены женщиной. Петр, страшился рабыни, и Илья Елизавели. Оба впали в одинаковые грехи. Он много думал о себе, как о безгрешном, а теперь сам оказался в падшем грехе, так как Бог попустил это с намерением, чтобы он, получив сам снисхождение, не был жесток другим. И бежал Илья сорок дней. Где же те слова, которые говорил он, и которыми низводил огонь? Так Бог хотел показать, что и в то время, когда Илья совершал чудеса, он не сам собою действовал, но сила Божия. И потому, смотри, что происходит. Когда действовал Бог, тогда падали и цари, и начальники, и народ. А когда Бог отступал, то и женщина показалась страшной. Бог отступил, и природа человеческая оказалась бессильной. Видишь ли, как попущено было ему впасть в малый грех, чтобы облечься в целую одежду человеколюбия. Видишь ли, как Бог попустил впасть в малый грех с толпом, оплотом и твердыням. Это для того, чтобы они в случае собственной безгрешности не отлучили всех от церкви, чтобы они, когда увидели какого-нибудь грешника и захотят поступить с ним, не снисходительно вспомнили о собственной греховности и оказали ему такое же человеколюбие, какое сами удостоились от Господа. Это сказали мы не для осуждения праведников, но желая облегчить вам путь ко спасению, дабы вы, когда согрешите, не отчаивались в своем спасении, припоминая праведников согрешающих, но при помощи покаяния не лишившихся своей чести Господу слава во веки веков. Аминь.